Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться вот своим свежим опытом, который я получила сегодня. Мне предстояло участвовать в сезоне, и вдруг внезапно возвращается домой один из членов моей семьи, хотя это должно было случиться вечером. Радостное событие, когда приходит, возвращается твои любимые домой, но я пронаблюдала, какие мысли при этом стали вихрем атаковать меня. Мол, ох, как не вовремя, помешает моему вот этому созвону, я не смогу вовремя подготовиться, потому что надо уделить внимание этому человеку. То есть наблюдала, как даже мое тело реагировало на это. Оно появилось напряжение, почувствовала раздражение, то есть ничего общего, не имеющее с любовью и радостью, которое обычно испытываешь с членом своей семьи. Но так как я познакомилась со знаниями через книги Анастасии Новых и регулярно смотрю передачи с Игорем Михайловичем Даниловым, особенно с передачи «Зов Махди», я понимаю, откуда берутся эти мысли, кто их мне навязывает. И в Коране об этом очень хорошо говорится, что мысли навязываются иблисам. Вот в суре 34, аят 20, там прямо об этом и говорится. Я могу даже зачитать. «Предположение иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последовали за ним, за исключением группы верующих». Так вот, я всех вас призываю, будьте в группе верующих, не следуйте тем мыслям, тем подсказкам. Они могут носить различный характер. Вот, например, как у меня сегодня. Вот не вовремя помешает. Или же, наверное, наверняка многие из вас слышали, что вы чем-то занимаетесь, или нужно уделить чему-то важному, а вам приходят мысли, «Иди попей водичку, ответь этому человеку так, или скажи ему спасибо, или поблагодари». Оно носит разные характеры, такие оттенки, я бы сказала, от доброжелательных, от ласковых до суровых. И так далее. Поэтому не надо слушать свои мысли. Когда я подошла и поговорила со своим родным человеком, что так и так у меня предстоит созвон, и мне нужно будет там участвовать, то этот человек с радостью сказал, чтобы я не переживала, не волновалась, что человек знает, чем ему заняться, все, что ему нужно, все есть. И еще и ободрил, и приободрил меня, как говорится. Получается, что если вот так открыто не таить в себе, а просто говорить вот то, что вас волнует на данный момент, нет такого человека, который не отзовется на добрый ваш посыл. И нет такого, чтобы шел и устраивал какие-то скандалы или неприятности. Потому что все люди изначально хотят жить в любви и радости. А вот это и есть инструменты, с помощью которых мы строим созидательное общество. Общество счастливых, добрых людей, где каждый заботится о других. А вот эти все другие хотят заботиться тоже о других. Вы представляете, какая цепочка прекрасная? Поэтому давайте, ребята, строить созидательное общество. Но для этого надо работать над собой. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.